Доброе утро, уважаемые телезрители! Местное время 8 часов 20 минут. И программы «Россия-1» продолжают телепрограмма ГТРК «Волга». Сегодня мы говорим о Крещенской ночи, которая наступит совсем скоро, и о празднике Крещения. По этому случаю мы сегодня пригласили к нам в студию священнослужители. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы постараемся в течение нашей сегодняшней программы развеять мифы или подтвердить, которые существуют вокруг Крещенской ночи, вокруг Крещенской воды, вокруг обряда омовения в Иорданях. Первый вопрос, конечно же, об истории праздника. Давайте начнем с этого. Добрый день, дорогие друзья! Крещение Господне – это выход Христа на общественное служение посредством событий, которые мы празднуем. Иначе сказать, Христос приходит на реку Иордан и принимает крещение от пророка, притечия, крестителя Иоанна, сына священника, аскета, дабы исполнить земной закон. Сам Христос не нуждается в крещении, но исполнить закон – это важно для того, чтобы впоследствии его не обвинили, что он как человек, а Христос – это Бога-человек, это воплотившийся Бог в человеке, новый Адам, чтобы его не упрекнули, что он нарушил законодательство. И выход Христа на проповедь совершается тоже в 30 лет, потому что до 30 лет муж не имеет права учить и проповедовать. Поэтому он крестится. С этого момента начинается и его трехлетнее общественное служение, о котором нам рассказывает Евангелие. И этот момент впоследствии и ненарушение других грехов нравственных и законодательства того периода дает возможность, что на суде при понтийском пилате Христа не могли ни в чем обвинить. Не было ни единого нарушения закона. Последующая смерть, воскресение Христа, вознесение Христа дает возможность ему самому в себе изменить греховную природу человека, потому что Адам, первый Адам, за непослушание пал и был выгнан из рая. Христос – новый Адам. И он через крест, воскресение Христово становится победителем ада. Мы можем справедливо задать себе вопрос, как на нас это влияет. А вот на нас это влияет именно таким образом, что, причащаясь в церкви, мы причащаемся к телу и крови нового Адама, Христа, победителя смерти. И мы сможем прикоснуться и вернуться в те обители рая, из которых когда-то нас изгнали за непослушание. Потому что мы наследники первородного греха, а это способность грешить. Спасибо за это наставление, за эту историческую, так сказать, справку. Следующий вопрос. Как же христианин православный должен провести сегодняшний день и сегодняшнюю ночь? А сегодня, 18 января, совершается первое освящение крещенской воды. Эта традиция была установлена в 1667 году. Она стала уставной. Хотел бы сказать, что есть уставные традиции, есть народные традиции, есть суеверия. То, что мы освящаем воду 18 числа, это устав церкви исторически из-за того, что на крещение совершалось крещение новоначальных, которые весь год готовились, весь год, повторюсь, готовились, ходили в храм, изучали христианство, но крестились перед крещением. То есть только один день был? Один день. В других церквях это была Пасха, впоследствии, когда крещаемых стало больше, стали крестить и в сам день крещения, не накануне, а потом и каждый день. Иерусалимская церковь практиковала два освящения воды в этот святой день, и русская церковь приняла эту традицию, как и другие поместные церкви. Теперь народные приметы, наверное, да? Да, народных примет тоже очень много, и они в какой-то степени интересны тем, что у каждого есть своя традиция. Вот, например, существует народная уже традиция купаться в купеле и Ордане, но историки говорят нам о том, что когда не было возможности по-другому развлечься, там театр, телевидение, послушать музыку классическую, люди обрежались в бесов, в ряженых, коридовали, развлекались. И понимая то, что они согрешают, понимая, что нужно какое-то очищение, вот они-то как раз после Рождества на крещение окунались в прорубь, чтобы очиститься. Причем традиция была, окунались не там, где батюшка освящал крест, хотя вся вода освящена, а понимая свое недостоинство все-таки, уходили подальше. И мы постепенно эту традицию, она передается, и мы, иногда не зная истоков ее, тоже ее исполняем, вот, или пытаясь обрежаться во что-то, или пытаясь, может быть, даже и гадать. То есть сегодня получается, что это больше не обряд, а ритуал закаливания своего организма, и окунаясь в прорубь, мы не приобретаем дополнительную силу и не очищаемся от грехов. Мы не очищаемся точно от грехов, потому что очищает таинство покаяния. И это таинство было установлено еще в Ветхом Завете. То есть уже там, до Рождества Христова, люди понимали, что просто вознести молитвы к Богу, или внутри себя раскаяться, это недостаточно. Это нужно рассказать кому-то, но подготовленному человеку. Поэтому это был священник еще и в Ветхом Завете. Поэтому не об очищении от грехов речи быть не может. О закаливании, к сожалению, тоже речи быть не может, потому что я общался с людьми, которые ведут здоровый образ жизни, моржи, это начинается все дома, это начинается с обливания, уменьшения температуры, психологической настройки, краткого пребывания в воде, потом более длительного. Врачи говорят, что это стимулирует стенки сосудов, потому что возрастает крово... Сначала теплоотдача, потом, наоборот, приток крови внутренние органы. То, что происходит, окунание в иордан, это называется у врачей эо-стресс. То есть это положительный стресс, когда вырабатываются эндорфины, гормон счастья, когда человек получает бодрость. Это может его саккумулировать силы, направить на что-то доброе, как-то взбодрить. Отсюда такие отзывы есть положительные. Но на самом деле есть очень много противопоказаний, о которых говорят в врачах. Следующий вопрос у меня тогда по поводу рекомендаций сотрудников МЧС, которые эту зиму называют аномально, теплой и не рекомендуют устраивать купели там, где толщина ледового покрова очень мала. Что вы скажете, священники, на этот счет? Я абсолютно поддерживаю эту рекомендацию, потому что, представьте себе, физический закон никто не отменял, если мы все выйдем на лед и создадим угрозу его обрушения. Мы же отвечаем не только за себя, а за тех близких, которые вокруг нас. Мы можем стать причиной беды и несчастья. И действительно, у нас идет дождь. И было бы безрассудно пойти на лед, особенно в Волге, особенно в Свияге. Есть для этого купели благоустроенные, которые избегают попадания человека под лед, обрушения, которые находятся под надзором спасателей, сотрудников МЧС. Мы рекомендуем поехать туда. Это комплекс храмовой села Арского, например. Это женский Михаило-Архангельский монастырь в селе Комаровке, где созданы прекрасные условия, и желающие все-таки окунуться, могут приехать туда. Тем более сделать это можно не в течение одного дня и не одной ночи. Конечно. Мы говорим о том, что начинается освящение воды с 18-го, и вся вода, благодать Божья, освящает все воды 18-го, 19-го числа. Здесь не обязательно это ночь, не обязательно ли это день. Вот все это время для нас. И даже можно позже, потому что крещенскую воду в течение недели можно взять в храме, и она будет крещенской. Даже больше, если вы возьмете крещенскую воду среди года, она та самая великая агиасма, великая святыня. Да, к этому я хотел как раз и вернуться. Вы говорите о том, что окунание в прорубь не избавляет от грехов, но, тем не менее, крещенская вода обладает особой силой. В чем же она тогда заключается? Благодать Божия, освящающая эту святыню, дает человеку возможность поправить свои духовные силы, дает возможность человеку в какой-то степени осветиться от этой воды, получить творческие, божественные силы, которые впоследствии пригодятся для дел добрых. Миф ли это, что если ты крестился на крещение или сыграл свадьбу, то всю жизнь будешь жить счастливо? Вы знаете, со свадьбой на крещение очень интересная ситуация. Устав напрямую не запрещает венчание в 20-е праздники. Но крещение попадает на разные дни. Например, в 2020 году крещение попадает на воскресенье, когда прямого запрета венчаться нет. А в 2019 году крещение попало на субботу, когда устав запрещает венчаться накануне Малой Пасхи и Воскресенья. Поэтому я не думаю, что есть устойчивая традиция в стране свадьбы на крещение. А вот крещение само по себе – это древняя традиция. Но оно не решает никаких наших жизненных вопросов. Есть такой богословский термин – синергизм. Когда человек вкладывает усилия, стратегические усилия в решение своих проблем, планирует свою жизнь, а Господь помогает, освещает. Тогда будет результат интересный, и это сбудется. Человек так устроен. Если он что-то задумал, он добьется. Но другой вопрос – что он задумал со знаком «плюс» или «минус». И здесь мы говорим, что если мы задумали грех, он тоже так же может сбыться. Но помощь будет не от Бога, а от демонической силы. Чего следует опасаться. Полагаю, что тогда и заветное желание загадывать на крещение – это вовсе не обязательно, что сбудется. А вот хозяйки, которые берут крещенскую воду и потом окропляют углы своего жилища, стол, дают животным – это уже тоже народные предметы? – Сам устав богослужения крещенского сочельника предполагает прийти натощак в храм, взять великую святыню, и самым естественным будет ее вкусить. Самым естественным будет прийти домой и осветить весь дом. Здесь необязательно исполнять какой-то ритуал во имя Отца и Сына и Святаго Духа и покропить полностью все комнаты. Животным традицию отдавать святыню нет. Это была практика, когда пытались лечить животных в деревнях, когда аграрное хозяйство было более развито, чем сейчас. Но ни в коем случае не великую святыню, потому что к ней отношения особенные. Сколько нужно запасти крещенской водой, чтобы хватило до следующего года? – Вы знаете, есть устойчивая церковная практика, что малое количество воды освящает другую воду, поэтому запасаться огромным количеством баками, цистернами нет никакого смысла. А вот запастись небольшим количеством воды, а потом добавлять в другую воду, освящая тем самым ее – это практика церкви, которая существует. Хранится она в благочестивом месте, может быть, темном, но набирается она, конечно, в источниках чистых. Потому что если на Свияге, на Волге набрать воду, не факт, что она будет стоять год, потому что сама по себе вода не очень чистая. – Понятно. Ну и заканчивая нашу беседу, крещение – это тот итог, когда заканчиваются рождественские праздники, и, наверное, можно говорить о том, что все благотворительные мероприятия, которые планировались, уже завершены. Возможно ли сейчас подвести итог тому, что сделала симбирская епархия в эти дни? – Конечно, у нас проходят рождественские и крещенские праздники на уровне епархиальном, на уровне сотрудничества с правительством Ульяновской области, на уровне благочинных по области, на уровне приходских священнослужителей. Самые интересные, наверное, события, которые были в этом году – это выступление владыки Иосифа перед детьми в клинической больнице имени Горячего. Это благотворительная рождественская елка в театре имени Гончарова, которая собрала разные слои детей. Это и дети церковно-приходских школ, это дети многодетных семей, малоимущих, поучаствовали даже дети офицеров. Это две постановки замечательные, театральные, профессиональные, которые не остали равнодушных даже и взрослых. Это благотворительный показ мультфильмов в синем парке и рождественские праздники, также совместные. И еще много акций больших и малых по области, которые провела Семирская митрополия в этом году. Спасибо вам большое, Батюшка, за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что она помогла нашим телезрителям составить представление о сегодняшнем большом празднике – Крещении Господне. Спасибо за внимание и до свидания. Крещение Господне. Продолжение следует...